Добрый день! Пирамидка – одна из наиболее популярных головоломок наряду с кубиком Рубика. Ее в 1972 году изобрел в Германии Уве Мефферт, поэтому правильное название – это головоломки пирамидка Мефферта. Также можно встретить название «Молдавская пирамидка», «Японский тетраэдр» или «Тетраэдр Рубика». Но, поскольку пирамидка была изобретена задолго до кубика Рубика, сам Эрна Рубик, естественно, никакого отношения к этой пирамидке не имеет. Также можно встретить английское название «Пирамикс». Пирамидка значительно проще кубика Рубика, поэтому многие именно с нее начинают свое знакомство с головоломками. В этом видео я расскажу, как собирать пирамидку даже тем, кто не знаком с кубиком Рубика. Пирамидка имеет форму правильного тетраэдра. Есть четыре грани, соответственно, четыре цвета. Будем различать несколько типов элементов. Первый – это уголки. Они тривиальные, особой роли не играют, но в сборке участвуют. Их четыре. И они имеют по три цвета. Ребра, имеющие два цвета, их в пирамидке шесть. И центральные элементы, которые на каждой грани будут иметь один цвет. В данной ситуации это красные элементы, очень похожие на знак радиации. Сборка пирамидки будет состоять всего лишь с трех этапов. На первом мы расставим уголки и соберем крест или знак радиации. На втором этапе мы полностью соберем нижний слой пирамидки. И на третьем соберем пирамидку полностью. На первом этапе мы сначала правильно повернем уголки. Угол имеет три цвета и вращается только вокруг своей оси. Никакой сложности не вставляет повернуть его до тех пор, чтобы он совпадал с цветом центра. То есть со всех трех сторон у нас цвета вот эти совпадают. Берем следующий, поворачиваем. Зеленый совпадает с зеленым, синий синим. Точно так же этот центр вот теперь совпадает с уголком. И эти цвета тоже совпадают. Если мы добили совпадения на одной стороне, то соответственно на остальных тоже будет все совпадать. Это наиболее простое действие, я не стал уделять его в отдельный этап. Далее мы должны собрать крест, либо знак радиации. Выберем, к примеру, красный цвет, поскольку он наиболее яркий в пирамидке. Можно начинать с любого, это совершенно не важно. Для этого мы находим три уголка, имеющие красный цвет. Вот один, вот второй. И здесь красного цвета нет. И вот третий. Можем как бы поставить пальцы на эти уголки, имеющие красный цвет. Тогда на эту грань нужно повернуть все центры. Как это делать? Видим, вот этот стоит уже на этой грани. Поворачиваем вот этот. И поворачиваем третий. Получается вот такой знак радиации с уголками. К примеру, может случиться такое, что здесь нет ни одного красного элемента. Но если присмотреться, вот красный уголок, вот красный уголок и вот красный уголок. То есть вот эти три угла все находятся на этой грани. Значит, именно сюда нужно их и повернуть. Вот получаем крест. Также можно найти уголок, у которого красного цвета нет. Взяться за него и вот так вот повернуть пирамидку. Тогда с противоположной стороны должен быть красный цвет. Красного цвета нет. Переворачиваем пирамидку, так чтобы он был сзади от нас. И поворачиваем остальные уголки на эту грань. Этап достаточно интуитивный. Я думаю, вы с ним справитесь. На втором этапе мы собираем полностью первый слой. У нас уже собран крест или знак радиации. Теперь мы видим, что здесь не хватает красных ребер. Поэтому на верхнем слое ищем ребра, которые содержат красный цвет. Ну или тот цвет, с которого вы начали. Находим, к примеру, красно-синее ребро. Красный цвет должен быть снизу. Синий ищем на боковых гранях. Вот, к примеру, синий. Поворачиваем верхнюю часть пирамидки до тех пор, пока этот синий цвет не совпадет вот с этими синими. То есть цветом граней. Как только совпал, нужно сделать три нехитрых движения. Если у нас ребрышка оказалась справа, мы поднимаем левую часть пирамидки, задвигаем ребрышка и опускаем левую часть пирамидки. Попробуем еще. Вот, к примеру, желто-красное ребро. Красный снизу. Поворачиваем верхнюю часть пирамидки до тех пор, пока не совпадет вот с этими цветами. Опять, ребро находится справа. Поднимаем левую часть пирамидки, подворачиваем сюда ребро и опускаем. Три движения, и ребро становится на место. Найдем третье. Вот красно-зеленое. Вращаем до тех пор, пока этот зеленый цвет не совпадет вот с этими. Вот у нас красно-зеленое ребро. На этот раз оно оказалось слева. Если ребро слева, то поднимаем правую часть пирамидки. Задвигаем ребро и опускаем. Первый слой собран. Попробуем еще раз. Крест собран. Находим ребро, содержащее красный цвет. Вот это. Сине-красное. Поворачиваем верхнюю часть до тех пор, пока вот этот синий цвет не совпадет вот с этим. Либо с этой стороны, либо с этой. У нас ребро слева. Поднимаем правую часть пирамидки. Вставляем сюда ребрышко и опускаем. Ищем следующее. Вот у нас красно-желтое. Поворачиваем верхнюю часть пирамидки до тех пор, пока не совпадет с этими цветами. Красно-желтое. Цвета совпали. Оно находится справа. Поэтому поднимаем левую часть пирамидки. Вставляем сюда ребро. И опускаем. Три хода, достаточно интуитивных. Красно-зеленые. Поворачиваем до совпадения по цвету с этими элементами. С уголками и центрами. Опять. Ребро находится слева. Поднимаем правую часть пирамидки. Вставляем. И опускаем. Это достаточно интуитивный этап. И многие вполне способны справиться с ним самостоятельно. Возможно такая ситуация, что вы собирали-собирали ребра. И сверху они у вас закончились. Но первый слой не собран. И вот это ребро стоит на своем месте, но не той стороной. Оно перевернуто. Что в этом случае делать? Есть два способа. Можно на его место поставить любое ребро сверху. К примеру, вот это. То есть оно стоит слева. Поднимаем. Вставляем. Возвращаем. И у нас красное ребро появилось сверху. Подводим его на нужное положение до совпадения зеленого цвета с зеленым. И теми же алгоритмами ставим на место. Оно получилось справа. Поднимаем левую сторону. Вставляем. Опускаем. Также можно использовать комбинацию пиф-паф. Я сначала покажу на собранной пирамидке. Поскольку этот алгоритм потребуется нам в дальнейшем. Пиф-паф на пирамидке делается следующим образом. Мы опускаем правую часть пирамидки. Опускаем левую часть пирамидки. Поднимаем правую часть. Поднимаем левую часть. Достаточно просто и интуитивно легко запомнить. Опустили. Опустили. Подняли. Подняли. Опустили. Опустили. Подняли. Подняли. Как можно заметить, если мы сделаем три пиф-пафа на пирамидке, то оно вернется в исходное свое положение. Вот три пиф-пафа. Если мы начинаем делать с правой грани, то это называется правой пиф-паф. Если с левой грани, то это левый пиф-паф. Или пиф-паф справа, или пиф-паф слева. Если мы будем делать три левых пиф-пафа, то пирамидка также соберется. Еще раз, помедленнее. Правый пиф-паф. Опускаем право, опускаем слева. Поднимаем право, поднимаем лево. Левый пиф-паф. Опускаем слева, опускаем справа. Поднимаем слева, поднимаем справа. Выполнив любой из этих пиф-пафов, мы можем это ребро поднять наверх. К примеру, я сделаю правый пиф-паф. Вот оно поднялось наверх. И вот из этого положения мы можем уже ставить на свое место. Ребро находится слева. Поднимаем правую часть, вставляем ребро, опускаем. В достаточно редких случаях может случиться так, что вы, собрав крест, на верхнем слое не обнаружите вообще ни одного элемента. Ну или поставив одно ребро на место, они у вас сверху закончатся и будут все снизу, но перевернутые. В этом случае мы поступаем точно так же. Делаем, ну либо пиф-паф, либо загоняем любое ребро, которое не красное. Сделаю пиф-паф. И уже вот это ребро буду ставить на место. Вращаю верхнюю часть до совпадения с желтым цветом. Ребро слева, поднимаю, вставляю, опускаю. Тем самым у нас поднялось какое-то другое ребро. Вот оно уже стоит в нужной позиции. Оно находится справа, синие цвета совпадают. Поднимаем в левую сторону, вставляем ребро, опускаем. И одно ребро у нас оказалось перевернутым. Опять делаем пиф-паф. Становится в нужную позицию. Слева поднимаем в правую сторону, вставляем, опускаем. Других сложных ситуаций на этом этапе не бывает. Для того, чтобы полностью собрать пирамидку, после того, как собран первый слой, нам сначала необходимо довернуть верхний слой так, чтобы на всех гранях получились центры одного цвета. Или знаки радиации везде были одного цвета. То делается легко, просто поворотом верхней грани. После этого у нас возможно 5 различных ситуаций, которые решаются каждый в один алгоритм. Причем алгоритмы достаточно простые и легко запоминаются. Два из них зеркальные. Первый случай. Внимательно посмотрим на пирамидку. Мы видим, что вот это ребро с зеленым цветом совпадает с свою гранью, а желтым не совпадает. Вот это ребро не совпадает ни одним цветом со своей гранью. Это ребро совпадает только синим цветом, а зеленым не совпадает. Так вот, если у нас находится элемент, который совершенно не совпадает по цвету с гранью, как вот этот, то есть желтый и зеленый не совпадают, желтый и синий не совпадают, мы его должны поставить сзади. Дальше. Смотрим на переднюю грань. Здесь все красиво, а справа стоит неправильный элемент. Если такой элемент справа, мы делаем пиф-паф справа. Обычный пиф-паф. И видим, что у нас нарушился первый слой, и красное ребро появилось наверху. Что нужно сделать с красным ребром, если оно сверху? Нужно поставить его на место. Для этого мы поворачиваем его так, чтобы оно совпадало со своим цветом. Поднимаем левую сторону, вставляем ребро и опускаем. Тем самым у нас пирамидка полностью собирается. Повторим. Этот элемент с зеленым цветом не совпадает своей гранью. Желтым совпадает. Этот элемент совпадает с синим, с зеленым не совпадает. То есть, одна грань у них стоит правильно, вторая нет. А вот этот элемент ни одним цветом со своей гранью не совпадает. Его нужно расположить сзади. Красный цвет мы по-прежнему держим снизу. Далее. На передней грани у нас одно ребро красиво стоит, желтое, а зелененькое как ближнее, неправильное. Если оно стоит справа, то делаем пив-паф справа. Тем самым у нас поднимается красное ребро наверх. Его просто нужно поставить так, как мы делали на первом слое. Поворачиваем до совпадения с цветом. Поднимаем левую сторону. Подводим. Опускаем. Пирамидка полностью собирается. Зеркальная ситуация то, что было только что. Опять рассматриваем пирамидку. После того, как мы довернули, так чтобы все центры были одного цвета, про это не забывайте, иначе у вас будет совсем непонятно, что делать. Мы смотрим на реберные элементы. Зеленый цвет совпадает, синий нет. Зеленый цвет не совпадает, желтый не совпадает. Синий совпадает, желтый нет. Элемент, у которого оба цвета не совпадают, мы располагаем сзади. Красный, снизу. На передней грани мы видим, что неправильно стоящий элемент у нас слева. Поэтому делаем пив-паф слева. То есть начинаем движение с левой грани. И видим аналогичную ситуацию, что красное ребро оказалось сверху. Ставим его в нужную позицию. И устанавливаем на место. Еще раз для закрепления. Зеленый совпадает, синий нет. Желтый совпадает, зеленый нет. Желтый не совпадает и синий не совпадает. Этот элемент, где два цвета не совпадают, ставим назад. Неправильный элемент слева, делаем пив-паф слева. Красное ребро ставим до совпадения с желтым цветом. И устанавливаем на место, так же как делали первый слой. Следующую ситуацию определить достаточно просто. У нас два ребра полностью не совпадают со своими цветами. А если присмотреться, то можно увидеть, что они стоят на своих местах, но перевернутые. Одно ребро полностью совпадает с цветами грани, где стоит. Вот это правильное ребро мы опять ставим назад. В предыдущем случае мы ставили полностью неправильное ребро назад. А здесь полностью правильное. И делаем следующее движение. Сначала правый пив-паф. Дальше видим, что у нас ребро поднялось наверх. Но мы его будем загонять не как обычно, а отведем назад. Таким движением. Поднимем левую сторону. Ставим вот это ребрышко. И опустим. Пирамидка соберется. Еще раз. Два ребра перевернуты на своих местах. Одно стоит сзади правильно. И полностью совпадает по цветам. Красный снизу. Делаем пив-паф. Появляется красное ребро. Мы его отводим назад. Дальше поднимаем левую сторону. Вставляем это ребро. И опускаем. Еще две ситуации, которые мы рассмотрим вместе. Они очень легко определяются. У нас на каждой грани получаются вот такие вот глаза. Ребра имеют одинаковый цвет, но стоят не на своем месте. И такая ситуация на каждой грани. Для того, чтобы решить обе эти ситуации, можно использовать один алгоритм. Только в некоторых случаях достаточно будет прокрутить его один раз, а в других дважды. На начальном этапе вполне достаточно запомнить только один вариант исполнения. И это все равно будет быстрее. Необходимо выполнить следующее движение. Мы будем вращать только правую часть пирамидки и верхнюю. Право на себя, вверх, поворачиваем. Право от себя, вверх, поворачиваем. Право на себя, вверх, поворачиваем. Право от себя. То есть мы каждый раз чередуем вращение вниз вверх правой грани, а верхнюю крутим в одну сторону Попробуем еще раз На себя вверх, от себя вверх, на себя вверх, от себя То есть всего 7 движений и пирамидка собирается Но может случиться так, что вы сделаете эти 7 движений, а пирамидка не соберется Получится точно такая же ситуация Что нужно делать? А просто продолжать делать ту же комбинацию То есть сделайте еще 7 ходов На самом деле можно просто повторять вот эти движения до тех пор, пока пирамидка не соберется Но если вам наскучит делать много движений, можно различать случаи, когда пирамидка соберется за один раз или за два раза Внимательно посмотрим на вот эту грань Она должна быть зеленой И не хватает вот здесь вот зеленых глазок Эти глазки находятся справа Если глазки находятся справа, то мы делаем стандартный алгоритм один раз На себя вверх, от себя вверх, на себя вверх, от себя И пирамидка соберется В этом случае у нас глазки располагаются слева Если мы будем делать стандартный алгоритм, то пирамидка соберется только со второго раза Но мы можем сделать этот же алгоритм, но зеркально То есть будем вращать не правую грань, а левую То есть если глазки слева, мы будем вращать левую грань Крышу опять будем вращать указательным пальцем противоположной руки На себя вверх, от себя вверх, на себя вверх, от себя Повторим еще раз Смотрим, грань должна быть зеленая Не хватает зеленых глазок Эти глазки слева Значит вращать будем левую грань На себя вверх, от себя вверх, на себя вверх, от себя И все, пирамидка собрана Это все алгоритмы, которые потребуются вам для сборки начинающим методом Сейчас я покажу еще несколько сборок с объяснениями Ну, к примеру, пирамидка перемешана у нас вот так Для начала расставим уголки То есть повернем их в нужную позицию И ищем углы с красным цветом Один, второй, третий То есть вот на этой грани, которая заключена между моими пальцами Должен быть красный крест Два элемента тут уже есть Поворачиваем третий Получаем красный крест А на это ребро пока не обращаем внимания Поворачиваем вниз Ищем ребра с красным цветом Вот синий, красный Перемещаем До тех пор, пока не совпадет синий с синим Красный снизу Значит синий должен вот с этими совпасть У нас ребро оказалось слева Поднимаем правую грань Вставляем ребрышко Опускаем Сразу попадается на глаза Красно-зеленое ребро Оно уже совпадает со своим цветом Находится слева Поднимаем право Вставляем ребро Опускаем Ну и красно-желтое Также удобно уже стоит Совпадает с желтым цветом Поднимаем правое Вставляем Опускаем Дальше Доворачиваем обязательно Так, чтобы центры были все одного цвета И определяем, какой же у нас случай Вот это ребро стоит на месте Но перевернуто Это тоже А сзади у нас полностью собранное ребро Оставляем его сзади Это как раз ситуация, которая делается И впав Отводится вот это ребро назад Поднимаем левую часть Вставляем ребро И пирамидка собрана Еще один пример сборки Сначала расставляем уголки Поворачиваем в соответствии с своими цветами На самом деле это можно делать Не сразу, а постепенно Во время сборки Но поначалу лучше Делать так Находим три уголка С красным цветом Один, второй, третий Пока в уголки поворачивали Мы могли бы их уже найти То есть Вот на этой грани Должен быть красный крест Поворачиваем сюда Все элементы И три красных центра У нас на одной грани Первый там готов Поворачиваем вниз Находим зелено-красное ребро Совмещаем с зеленым цветом Ребро справа Поднимаем слева Вставляем Опускаем Ищем дальше Красно-синее ребро Совмещаем со своим цветом Ребро справа Поднимаем слева Вставляем Опускаем Ищем дальше Красно-желтое Оно уже совпадает со своим цветом Поэтому, раз она стоит слева, поднимем правую часть, ставим, опустим. Дальше. Совместим центры по цветам. И у нас получится одна из пяти ситуаций. Смотрим. Цвет не совпадает. Совпадает. Не совпадает. Совпадает. Оба цвета не совпадают. Это как раз одна из первых ситуаций. Полностью неправильное ребро ставим назад. Здесь, на передней грани, неправильное ребрышко находится справа. Начинаем справа у пиф-пафа. Появляется ребро на верхнем слое, и мы просто ставим его на место. Пирамидка собрана. Следующий пример. Опять. Первым делом поворачиваем уголки и одновременно пытаемся... ...заметить, где все красные уголки находятся. Вот один. Вот второй. Вот третий. Три уголка повернул и уже определил, где у меня будет красная грань. Ну, на всякий случай, довернем четвертый. Вот. Между вот этими тремя красными уголками заключена нужная грань. На нее поворачиваем все центры. Получился крест. Пускаем его вниз. Находим ребро с красным цветом. Вот красно-синее. Оно уже совпадает с синим цветом. Находится слева. Поднимаем право. Вставляем. Опускаем. И видим, сверху больше красных ребер нет. Но зато они есть снизу и стоят неправильно или не на своих местах. Ну, чтобы какой-то из них достать, мы делаем просто пиф-паф. Вот у нас красно-зеленые. Соединяем со своим цветом. Оно находится слева. Поднимаем право. Вставляем. Опускаем. Другое ребро у нас поднялось. Встало на свое место. Цвета желтые совпадают. Находится справа. Поднимаем. Слева. Вставляем. Опускаем. Доворачиваем центры верхнего слоя. Теперь на каждой стороне у нас все центры одного цвета. Смотрим, какая у нас ситуация. Один цвет совпадает, второй нет. Не совпадает. Совпадает. Оба цвета не совпадают. В таком случае ставим несовпадающие цвета назад. Мы видим, что здесь неправильное ребро находится слева. Значит, начинаем пиф-паф слева. Ребро поднялось. Совмещаем со своим цветом. Оно слева. Поднимаем. Вставляем. Опускаем. Собрано. Еще один пример. Поворачиваем уголки сразу. Пока поворачиваем, находим три красных. Доворачиваем четвертый. Знаем, что красная грань будет вот здесь. Два центра на месте. Поворачиваем четвертый. Крест готов. Опускаем вниз. Красно-зеленое ребро. Зеленый цвет уже совпадает. Он слева. Поднимаем справа. Вставляем. Опускаем. Далее. На верхнем слое ни одного красного ребра нет. Значит, делаем пиф-паф, чтобы поднять откуда-то снизу. Появляется красно-синее. Совмещаем с синим цветом. Оно справа. Поднимаем слева. Вставляем. Опускаем. Появилось желто-красное. Поднимаем. Вставляем. Опускаем. И у нас пирамидка собралась. Остается просто довернуть. Это так называемый скип. Такое тоже бывает. Этому нужно только радоваться. На этом, наверное, все. Пирамидка достаточно простая головоломка. Тренируйтесь. И все у вас получится. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok